Ремонтируют дороги, восстанавливают скверы и парки, создают рабочие места. За последние пять лет Магнитогорск заметно преобразился. Что сделано, а что еще предстоит, рассказал глава города Сергей Берников во время встречи с ректоратом и студентами МГТУ. Градоначальник подвел итоги своей работы на посту мэра и ответил на вопросы из зала. Обо всем подробнее в нашем следующем сюжете. Фойе МГТУ звучит рояль. Его установили совсем недавно. В перерыве между парами на черно-белых клавишах играют студенты и преподаватели. После музыкальной паузы началось мероприятие. На сцене Сергей Берников рассказывает, как изменился Магнитогорск за последние пять лет. По словам главы, город Металлургов, конечно, не миллионник, но весьма перспективный. Пообщавшись с людьми, кто занимается именно вот этой спецификой, урбанисты там, причем очень знаменитые, преподают в Америке и в других канадских университетах, однозначно отметили, что город Магнитогорск – это город вот той средней величины, который будет постоянен в своем существовании, в своем объеме. В Магнитогорске обеспечивают все необходимые условия для комфортного проживания. В настоящее время в городе создано большое количество рабочих мест, да и средняя заработная плата, самая высокая по региону. По словам Сергея Николаевича, в разы увеличилось и финансирование, в том числе за счет федеральных, региональных средств, а также отчислений бизнеса. Это позволило нам увеличить количество средств, привлекаемых на собственные нужды. Я вам скажу так, что вот наша вся социалка, мы за эти пять лет вложили пять с половиной миллиардов рублей. Но это ни о чем вам не говорит, но если я скажу, что в предыдущий год вложили, вот за предыдущий, за 16-й год вложили 150 миллионов. В городе ремонтируют дороги, тротуары и впервые за долгое время начали менять устаревшие трамвайные пути. К слову, по их протяженности Магнитогорск занимает третье место по стране после Питера и Москвы. Городскому электротранспорту также уделяют особое внимание. За эти пять лет купили 77 новых трамваев. А так для справки, чтобы было понятно, много это или мало, у нас на выходе каждый день 110-120 вагонов. Кроме того, градоначальник отметил изменения в экологии. Комплексный индекс загрязнения атмосферы значительно снизился. У нас был 12. Ввиду принятия огромной реализации программ и комбинатом, и городом, и областью в отношении нашего города, у нас с вами вот первое полугодие 2021 года коэффициент 5,4. Заметные изменения произошли и на улицах города. За последние пять лет благоустроили парки и скверы. Сегодня в них можно не только гулять, но и заниматься спортом. Преобразования коснулись, пожалуй, всех сфер. Мы построили две школы. Мы построили садик на домичках. Мы построили в этом году еще два садика вводим в эксплуатацию. Мы в следующем году хотим заложить еще две школы. Не безучастен Сергей Николаевич и к жизни МГТУ. Всегда на всех торжественных мероприятиях Сергей Николаевич присутствует. На открытии проектной школы 1 сентября поздравляет студенчество всевозможными праздниками, юбилеями и так далее. Но вообще, конечно же, город однозначно проекты поддерживает, которые мы реализуем и в городе, и просто внутри кампуса. Он прекрасно знает о том, что у нас возводится сейчас спортивный объект. Он прекрасно знает о том, что у нас реконструируется общежитие. Он прекрасно осведомлен о научных достижениях университета. И совсем недавно мы были на такой экскурсии по последним нашим инновациям. После выступления глава города ответил на вопросы, которые поступили из зала. В основном они касались цифровизации, развития спорта, застройки и благоустройства города. Ольга Аникина, Олег Карпенко, телекомпания «ТВИН».